Добрый вечер, 21.00 в столице Украины. Начинаем обзор главных событий сегодняшнего дня. И в программе «Наше время» сегодня расскажем подробно о таких историях. В 731 день Украина дает отпор России. Как за два года полномасштабной войны усилилась поддержка Украины? Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала, как вы знаете, справедливым правом народа защищаться. Нестандартные подходы к применению оружия и к тактике ведения боя. Как два года полномасштабной войны трансформировали украинскую армию? 13 пакетов санкций, колоссальные потери армии и минус более 200 миллиардов долларов из бюджета. Результат двух лет войны для России в цифрах. 55 человек и 37 организаций. Австралия расширила санкции в отношении России. Кто из пропагандистов и звезд российского шоу-бизнеса попал в черный список? Италия и Канада пополнили список стран, подписавших с Украины соглашение о гарантиях безопасности. Документы утвердили в рамках визита в Киев премьеров Канады, Италии, Бельгии, а также главы Еврокомиссии. Что заявили политики во время своего пребывания в Украине, детально расскажет Никита Скобликов. Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Отава и Киев подписали соглашение о гарантиях безопасности. Рассчитан документ на 10 лет. Предусматривает выделение Канады более 3 миллиардов долларов. Украине в 2024-м. Как говорится в тексте соглашения, цель его подписания – помочь подготовке Украины на ее пути интеграции в НАТО, а также углубить политическое, внешнее и военное сотрудничество. Сегодня мы подписали историческое двустороннее соглашение по безопасности. В рамках его мы выделяем 3 миллиарда долларов помощи военной и финансовой на 2024 год. Эта поддержка продолжит то, что мы делали с 2022 года. Это включает танковую коалицию поддержку, а также поддержка коалиции ВВС. Подобное историческое соглашение о гарантиях безопасности Украина подписала и с Италии. Согласно опубликованному тексту документа, договор предусматривает конкретный перечень вооружения. В частности, средства дальнобойного поражения. Рим и Киев также усилят сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разведки, разминированию и кибербезопасности. Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала, как вы знаете, справедливым правом народа защищаться. Это обязательно предусматривает и военную поддержку. Потому что путать широкоупотребляемое слово «мир» с капитуляцией, как это делают, это лицемерный подход, который мы никогда не будем разделять. Визит иностранных лидеров показывает непоколебимую поддержку Украины на долгую перспективу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На пресс-конференции она также сделала акцент на военной помощи Украине. По мере того, как Россия осуществляет свои удары по Украине, мы также удваиваем свою военную поддержку. Мы уже предоставили 28 миллиардов евро на военную поддержку Украины и работаем над тем, чтобы создать специальный фонд для Украины. Это еще дополнительно 5 миллиардов для закупки вооружения. Параллельно к этому оборонная промышленность наших стран наращивает свои возможности на 40%. И мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов. И до конца года достигнем уровня в 1 миллион. Также 60 тысяч солдат будут подготовлены с нашей помощью. О важности восстановления Украины в свою очередь заявил премьер-министр Бельгии. Александр Декроу напомнил, что с момента вторжения России в Украину Брюссель выделил Киеву 1,7 миллиардов долларов. А для помощи в послевоенном восстановлении Украины Декроу анонсировал открытие специального офиса. Восстановление Украины – это приоритет. И Бельгия решила открыть офис Бельгийского агентства развития здесь, в Киеве. В следующие недели оно откроется. Откроем также офис в Харькове. Это регион, который мы будем восстанавливать. Наша работа в восстановлении Украины долгосрочная. России придется платить за ущерб, который она нанесла. Это будут делать не украинские налогоплательщики, не бельгийские, не канадские. Это Россия будет платить за восстановление. Главы государств вместе с президентом Еврокомиссии прибыли в Киев поездом. Изначально побывали в аэропорту в Гастомеле. Место символическое. Именно там, по словам президента Украины Зеленского, Путин хотел выиграть битву за Киев. Однако потерпел фундаментальное поражение. После на Михайловской площади политики почтили память павших защитников Украины. Помимо этого, президент Владимир Зеленский обратился к лидерам Большой Семерки. В своем заявлении он поблагодарил правительство крупнейших демократий мира за поддержку Украины на протяжении двух лет российской агрессии, что не позволило России лишить украинский народ будущего. Также украинскую столицу сегодня посетил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Джонсон также назвал условия, при котором украинцы смогут одержать победу над российским агрессором. Это беспрерывная комплексная военная, политическая и финансовая поддержка Украины со стороны стран Запада. 24 февраля 2022 года, ровно два года назад, Россия вторглась в Украину и начала полномасштабную войну. За 731 день Украина не раз доказала свою силу, способность сражаться на поле боя и сдерживать российские войска. Украину поддерживает весь мир. Все два года. И в частности сегодня. Какие же заявления опубликовали сегодня западные лидеры, далее в нашем материале. Украина уже два года сражается за свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявления в поддержку страны. Так президент Финляндии Саули Нинистё и правительство государства отметили героизм украинцев в борьбе за свою свободу. Финляндия непоколебимо будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Украина и украинцы заслуживают справедливого и устойчивого мира. Из заявления правительства Финляндии в соцсети Икс. Мы должны позаботиться, чтобы у нас были возможности и ресурсы оказывать эту поддержку в долгосрочной перспективе. Нужно быстро наращивать наше оборонное производство. Саули Нинистё. Президент Финляндии в соцсети Икс. От Нидерландов специальные обращения опубликовали королевская семья, глава МИДа и министр обороны. Король и королева страны отметили героизм украинцев в борьбе, назвав это примером для всех и заверили в поддержке. А министр обороны Кайса Олленгрин, кроме обращения ко второй годовщине, поделилась инфографикой об уже выполненных и будущих поставках оружия для Украины. Нидерланды подпишут долгосрочное соглашение о безопасности с Украиной. Поэтому мы продолжим нашу поддержку сейчас и в будущем. Неустанная борьба Украины имеет решающее значение для безопасности в Европе. Мы должны продолжать занимать единую позицию против агрессии Путина. Кайса Олленгрин, министр обороны Нидерландов в соцсети Икс. Вена заявила, что поддерживала Украину 730 дней и будет помогать столько, сколько потребуется. В МИД Австрии добавили, что это Путин начал эту противоправную агрессивную войну России. И это он должен прекратить ее сейчас. А президент Латвии Эдгар Сыринкевич опубликовал видеозапись гимна Украины. В свою очередь на официальной странице НАТО в соцсети опубликован видеоролик с украинскими военными, которые проходили обучение в Великобритании. Они зачитывали строки гимна. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья козацкого рода. Также многие иностранные лидеры выступили с заявлениями еще накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. А Евросоюз, США, Великобритания и Канада объявили дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Сохранение Украины как важного европейского государства – это прежде всего. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. В эксклюзивном комментарии телеканалу Freedom. Давайте услышим. Мое определение победы в том, что Украина выживает как независимая суверенная европейская демократия, как часть европейской трансатлантической семьи, как член НАТО и ЕС. Мы все поддерживаем Украину в том, чтобы вернуть назад свои границы 1991 года. Это справедливо, это законно, это признано в том числе и России задолго до того, как она заявила о претензии на аннексированной территории. И это то, что должно также произойти. Но выживание Украины как важного европейского государства – это прежде всего. И, как я сказал ранее, это долгий путь, и это будет сложно. И мы не знаем, как мы дойдем до главной точки. Но мы именно туда направляем наши усилия. Австралия расширила санкции в отношении России в годовщину ее вторжения в Украину. Черный список пополнили 55 человек и 37 организаций, сообщило Министерство иностранных дел страны. Под ограничениями оказались губернаторы нескольких российских областей и некоторые сенаторы. Помимо этого под санкции попали пропагандисты, в частности и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Ограничения ввели и против российских певцов – солиста группы «Любея» Николая Расторгуева, Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Украина приблизилась к вступлению в НАТО как никогда за свою историю. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Толтенберг. Он добавил, что военные блоки дальше будет поддерживать Киев ради общей безопасности. Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Мы помогаем сделать ваши силы все более совместными силами союзников. Украина вступит в НАТО. Это не вопрос «если», а вопрос «когда». Великобритания выделила 286 миллионов евро на обеспечение Украины артиллерийскими снарядами в текущем году. Помощь объявлена британским правительством ко второй годовщине российского вторжения в Украину. В коммунике Лондон отметил, что артиллерия продолжает играть чрезвычайно важную роль на поле боя. А потому необходимо направить больше усилий на то, чтобы обеспечить снарядами ВСУ. Европейский Союз до конца марта планирует передать Украине почти 170 тысяч артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объема поставок, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулева. По его словам, артиллерийские снаряды – абсолютный приоритет на данный момент. Кулева также отметил, что во время сегодняшнего телефонного разговора высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. За два года полномасштабной войны вооруженные силы Украины преобразились и теперь, по оценкам специалистов, входит в число лидеров среди армии мира. Как Путин, сам того не желая, поспособствовал развитию усиления украинской армии, далее расскажем в материале. Рассвет 24 февраля 2022 года. Украинские города содрогаются от авиаударов, тем временем как оккупанты со всех сторон прорывают государственные границы. Тогда нашим защитникам пришлось в прямом смысле идти на врага с голыми руками. В начале полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину практически никто в мире не верил в то, что ВСУ смогут остановить продвижение армии России. Многие тогда отводили Киеву всего три дня и были шокированы отвагой и мужеством наших защитников. За минувшие два года украинской армии удалось совершить невероятное, а именно эффективно противостоять и раз за разом наносить точные и крайне болезненные удары по оккупантам. Армия стала опытнее, слаженнее, без преувеличения, это не пропагандистское клише, стало опаснее для россиян, показалось, что можно учиться, можно применять что-то новое, можно уходить от советского типа армии. Именно нестандартные подходы к разработке оружия и его применению, да и в целом тактики ведения боя превратили украинцев в универсальных солдат, способных воевать всеми видами существующего в мире оружия. Наши военные могут стрелять, управлять, ездить с самой разнообразнейшей техникой, которая есть на вооружении стран НАТО. Уже сейчас вместе с турками мы строим совместный завод по изготовлению БПЛА. С немецким рейнметалом занимаемся производством боеприпасов и техники западного образца. На опыте наших военных будут учиться все остальные армии мира. Это армия новаторства, армия смелых, отчаянных людей, которые готовы принимать решения и внедрять их в жизнь. Стоит отметить, что именно люди, наш главный козырь, за два года полномасштабной войны более 100 тысяч военнослужащих ВСУ прошли военную подготовку за границей. У НАТО на подготовку такого количества собственных резервов ушло бы по меньшей мере пять лет. Такой многофункциональностью не может похвастаться, пожалуй, ни одна армия мира. Огромный потенциал за последние два года нарастил и отечественный оборонпром. Мы первая в мире страна без традиционного флота, что заставило забиться в темный угол российский Черноморский флот. Это, в принципе, своеобразная армия будущего. Это тот элемент, который позволит сохранять человеческие жизни, который позволит работать более эффективно. Нашим инженерам в кратчайшие сроки удалось не только спроектировать, но и собрать, испытать, а вскоре и успешно опробовать первый в мире БПЛА. Нужно сказать, что как раз вот эти возможности, которые показали украинские дроны и вынудили противника принять решение о перебазировании основной части своего флота из бухты Севастополя и вообще из, скажем так, без дислокации в западной части Крымского полуострова. Пока Магуре, Си-Бэйби, не дают покоя оккупантам на воде, авиационные дроны кошмарят противника с неба. Разработана технологическая цепочка для того, чтобы это действительно собиралось за три часа, можно было создать дрон практически любой формат. Первый в Украине БПЛА, полностью собранный лишь из отечественных комплектующих, нынче отправляется в массовое производство. Это такие вещи, которые именно меняют правила, игрой сложно назвать, да, меняют правила на поле боя. Способные лететь со скоростью до 400 км в час на расстоянии порой до 1000 км, украинские стальные птички уже наделали немало шума на территории Российской Федерации, продолжая кошмарить военные заводы и склады оккупантов и днем, и ночью. Последние разработки Украинской оборонпрома – это ударные беспилотники с радиусом поражения более 700 км, что позволяет, опять-таки, наносить удары по тыловым районам Российской Федерации. Это прорыв и в системе Украинской оборонпрома, и, соответственно, возможности вооруженных сил Украины в моменте нейтрализации тыловых баз, накопления не только на оккупированных территориях, но, в первую очередь, на территории Российской Федерации. За два года полномасштабной войны ВСУ претерпели колоссальных изменений и теперь, по оценкам специалистов, входит число лидеров среди армий всего мира. Сбитых российских самолетов будет больше. Такое заявление ко второй годовщине захватнической войны России против Украины сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Руководство государства делает для этого все возможное. Я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли. Впрочем, самое ценное, что у нас есть – жизнь украинского воина. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ в Телеграм. Ну и далее расскажем о ситуации на фронте и сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 69 боевых столкновений произошло за текущие сутки на передовой, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Армия России атаковала на Лиманском, Бахмутском, Маринском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Все штурмы были отражены силами обороны Украины. Интенсивные боестолкновения происходят вблизи захваченной российскими силами Авдеевки. На этом направлении противник совершил 11 атак на украинские позиции. Впрочем, все штурмы завершились провалом. На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерений выбить ВСУ с плацдарма на левобережье Днепра. За прошедшие сутки было две попытки прорвать украинские позиции вблизи крынок. Для россиян они закончились безуспешно. Огромные потери российские военные понесли на Таврическом направлении. Так, на этом участке фронта за прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 26 единиц техники. В британской разведке подсчитали, что за два года войны против Украины Россия потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было на момент вторжения. Мобилизация и вербовка, а также налаживание производства позволили России возместить потери и привлечь еще больше сил на войну против Украины. Из сообщения Минобороны Великобритании в соцсети ИКС. Общие же потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 409 тысяч 10 солдат. За прошедшие сутки ликвидировано 770 российских оккупантов. Вместе с живой силой украинские военные уничтожают и технику противника. В СУ подбили 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем. Кроме того, сбили один самолет, поразили два средства ПВО и более 29 единиц автомобильной и специальной техники Российской Федерации. В Москве прошла еженедельная демонстрация участников движения родственников мобилизованных «Путь домой». Изначально акция проводилась с целью привлечь внимание к тому, что мобилизованные россияне уже больше года находятся вдали от дома. И их нужно вернуть в семьи. Однако потом к ней начали присоединяться и просто антивоенно настроенные люди. На этот раз снова не обошлось без задержаний. Под раздачу российских силовиков попали несколько журналистов. У некоторых отобрали телефоны. По словам еще одной журналистки, ей угрожали в отделении полиции, но потом отпустили. Два года назад Россия напала на Украину. Но ни террористические ракетные атаки, ни беспощадные штурмы украинских позиций не обеспечили Кремлю победы. Вместо этого статус страны изгоя, катастрофические потери и обедневшее население. О том, как полномасштабная война против Украины повлияла на Россию, расскажем далее. 13 пакетов санкций, 400 тысяч потерь личного состава и минус более 200 миллиардов долларов из бюджета. Это два года войны для России в цифрах. Но есть у России одно достижение, которое, увы, преуменьшить не можем. Эти два года российская экономика показывает удивительную устойчивость. И весь секрет стойкости экономики России, как всегда, в нефти и газе. Доходы Кремль получает от энергоресурсов и идут они в основном на армию. Резко изменилась структура экономики в пользу роста военного производства и отраслей, которые являются поставщиками. Они демонстрируют бурный рост, а остальная гражданская часть экономики практически не растет и даже сокращается. И это как бы такая структурная перестройка, ничего хорошего. Россия не сулящая, возвращающая Россию, скажем, в модели экономики Советского Союза. А эта модель, как мы помним, привела Советский Союз к распаду. Но есть в этой формуле успеха одно огромное «но», о котором говорят даже в Центробанке России. Это все ненадолго. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго. Но и не стоит забывать, что устойчивость экономики совсем не гарантирует хороший уровень жизни населения. Поэтому цены растут, социалка сокращается, а люди беднеют. Значительная часть российского общества, она не считает, что что-то кардинально изменилось в их жизни. Кстати, по одной простой причине. Они не сильно хорошо жили и до этого, и поэтому какие-то изменения по ним пока еще сильно не ударили. Они как получали, так и получают минимальную, либо какую-то очень среднюю заработную плату. Да, цены где-то выросли, но это отразилось на их потребительской корзине, но не кардинально. То есть они с голоду не умирают. И, соответственно, наканченной пропагандой считают, что нужно немножко потерпеть. И в этом виновата Америка, Украина, какие-то другие страны и тому подобное. Также в России обостряется кадровый голод. Людей, готовых трудиться на нужды страны, стает все меньше. Но кроме специалистов, в России появляется нехватка простого рабочего класса. Изготавливать в тех объемах, которых того требует фронт, сейчас невозможно. Закупать вооружение за рубежом можно. Этим Россия занимается. Но и тут возникает очень много вопросов. Можно долго обирать бизнес, долго грабить население. И они будут терпеливо отдавать деньги. И на эти деньги можно еще долго воевать. Другое дело, что военная промышленность России, она сейчас дошла до предела своих мощностей. Существенно нахторостить не может. Построить новые предприятия сложно. Поэтому, видимо, сейчас начнется процесс, ну как вам сказать, мобилизационной экономики. Ну а пока люди затягивают пояса потуже, Кремль закручивает гайки и усиливает давление на общество. В этом ему помогают пропаганда и репрессии. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Есть вечная сказка о загнивающем Западе, который так и норовит развалить Россию-матушку. Уничтожить всех к чертовой матери. Почему? Потому что они хотят уничтожить нас. Либо они, либо мы. Но третьего не дано. Ну а для тех, кто работу пропагандистов не оценил, Кремль приготовил законы о дискредитации армии, экстремизме и, конечно же, об иноагентах. И с такими ярлыками и пришитыми уголовными делами остатки независимых СМИ в России исчезли. А во главе страны, похоже, самый нерукопожатный президент в мире. А сама Россия прочно срослась со статусом страны-изгоя. Второй день 12-го форума «Свободная Россия», который проходит в Вильнюсе. Лозунг мероприятия «Победа Украине. Свобода России». На форуме работает наш корреспондент телеканал «Фридом» Лариса Зубенко. Лариса, рада тебе. Пожалуйста, тебе слово. Да, добрый вечер, Ксения. Сегодня завершился 12-й форум «Свободная Россия». Для того, чтобы рассказать обо всех темах, которые были затронуты на панелях форума, я думаю, нам не хватит эфирного времени. Если кратко, то говорили спикеры и о так называемом правосудии над политзаключенными в России, над украинскими военнопленными, о проблеме того, что Россия вывозит украинцев с временно оккупированных территорий, говорили об экономике воюющих стран Украины и России, говорили о пропаганде, о смешивании веры и идеологии. Ну и, конечно, одной из основных тем стала ситуация на фронте. Если тактику ведения войны России все давно уже поняли, это тактика местных штурмов, Россия, как и уже раньше говорилось в нашем эфире, пытается производить новое вооружение, что не получается. Они закупают у таких же партнеров стран-изгоев, как и сама Федерация, к примеру, у КНДР. Ну а вот Украина ставит ставки на высокотехнологичное вооружение и бережет своих военных. Конечно, в этом плане очень важна, очень нужна нам помощь Запада. Давайте послушаем мнение эксперта, что он думает на тему поддержки странами НАТО Украины. Партнеры Украины будут помогать до конца. Мы слышим не только заявления, но и действия. Все европейские партнеры Украины по группе Рамштайн в этом году увеличили, некоторые кратно увеличивали расходы на оборону, инвестиции в свои ВПК. Мы также видим, как крепнет и распространяется, потихоньку укореняется идея о том, что Украина будет в НАТО, Украина – это часть Запада. Я думаю, что Украина должна быть в НАТО, она будет, безусловно. И по этому поводу политическое решение, формальное, оно, конечно же, будет принято. По итогам двух дней панели и дискуссий, которые нередко возникали на полях форума, ведь российские оппозиционеры не всегда и не во всем согласны друг с другом. Так вот, по итогам второго дня форума «Свободная Россия» была принята декларация. Ее основные тезисы – это поддержка тех, кто сражается с путинским режимом внутри самой России. Это, безусловно, поддержка Украины. В том числе, как говорят организаторы форума, они не могут сейчас предоставлять прямую военную поддержку Украине, но могут осуществлять дипломатическую поддержку. Давайте послушаем мнение Ивана Тютрина. При этом совершенно очевидно, что позиция Запада является очень важной, я не скажу определяющей, но очень существенной в плане поддержки Украины и финансовой поддержки, и поддержки вооружения. Поэтому работа наша на Западе с учетом наших ресурсов, с учетом того, что мы все-таки российская оппозиция, она также очень важна. В течение ближайших двух-трех месяцев будет создана полноценная программа, охватывающая разные аспекты, программа преобразования свободной России. Рассуждали эксперты, участники форума «Свободная Россия» и о послевоенной России, о том, какой будет страна в случае проигрыша Федерации на поле боя. Конечно, сейчас сложно говорить о точных сценариях. Главное, считают участники форума, уход от самой структуры, которую десятилетиями выстраивал Путин и его команда, уход от путинизма, который сегодня заставляет россиян тысячами идти на фронт в Украину и умирать там. Ну и, конечно, отход от тех тезисов, которые сегодня россияне каждый день слышат с экранов своих телевизоров. Иначе, возможно, возникновение политики реваншизма. Давайте послушаем, что на этот счет думает эксперт. Это может быть болото на неопределенное количество времени. Но и политика реванша, она возможна в том случае, если путинизм, как современная форма фашизма 21 века, это не пустые слова, так и есть, если путинизм не будет демонтирован. Да, такое возможно. Одно из ближайших мероприятий, которое проведет форум «Свободная Россия», это благотворительный аукцион уже весной 2024 года, как сообщили организаторы. Они проведут аукцион для того, чтобы собрать деньги на нужды добровольческих батальонов, которые состоят из граждан России и Беларуси, которые сегодня рукооб руку сражаются с бойцами вооруженных сил Украины. На этом у меня все, коллеги, передаю слово вам. Спасибо большое. Из Вильнюса, напомню, наш корреспондент телеканала «Фридом» Лаиса Зубенко на втором дне форума «Свободной России». Армейская пекарня на трофейной полевой кухне. Ее военнослужащие, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, смогли захватить у противника во время харьковского контрнаступления. Тактическую пиццу попробовала и наша съемочная группа. Почти три сотни порций в день. Таков рекорд для первой в украинской армии полевой пиццерии. Владимир здесь шеф-повар. Он фактически не отходит от печи. Говорит, пицца готовится быстро. Главное – постоянно следить за блюдом. По часу не дивимся. На час не дивимся. По факту, какая готовность. Дивимся готова. Вытягиваем, пакуем. Пиццу для побратимов Владимир выпекает в свободное от боевых задач время. Военнослужащий – пехотинец. И он хорошо знает, чем угостить побратимов, которые вернулись с передовых позиций фронта. Сколько вы уже этим занимаетесь? Третий день. Третий день? Да. Ну что, вы уже такой профессионал вообще. Ну я люблю готовить. Ну готовить. А что любите готовить? Одновременно в печи может выпекаться 8 итальянских лепешек. Бойцы шутят. Если не уследили и пицца пригорела, то у нее есть свое название. Если припаливаем пиццу, то мы называем ее гавайской. Из-за смысл. Чтобы такое производство было быстрым, трофейную полевую кухню полностью переоборудовали. Отримали мы ее от россиян в 2022 году в результате Харкевской наступальной операции. Эта кухня была пошкоджена. Она не была придатна для приготовления ежи. З'явилась идея сделать из нее пекарню. Не просто пиццерию, а полноценную пекарню. После замены нескольких деталей кухня выдерживает температуру до 300 градусов по Цельсию. Это позволяет проводить новые кулинарные эксперименты с выпечкой. Это я так разумею, что спробовали шестнаверненько? Да, это мы попробовали новенько, да. Это кольцо и закрыта пицца? Да, да, да. Это первая, да? Да. Своё производство пиццы военнослужащие называют тактическая пицца. Именно такое название сразу появилось у пиццы, которую готовят в трофейной полевой кухне. Она, как и полагается, калорийна, со всеми составляющими ингредиентами внутри. И ребята, которые возвращаются с передовых позиций линии фронта, уже по достоинству оценили ее качество. У тактической пиццы есть и своя боевая доставка. Блюда сразу из печи стараются как можно быстрее отправить заказчикам. Пицца, которую мы получили сегодня, поедет до хлопца, которые вышли на отпочинок с нулевых позиций, которые желают чего-то смачного. Пока что такая полевая пекарня работает несколько дней в месяц. Но в дальнейшем ее возможности, говорят военнослужащие, планируют расширить. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Freedom и будьте всегда в курсе всех важных событий. Ну, а это были важные события сегодняшнего дня. Далее эфир продолжат мои коллеги. Оставайтесь Freedom и спасибо вам за доверие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова